Друзья, сегодняшний выпуск сделан на базе рассекреченных архивов, в которых приводится в полном объеме дневник старшего лейтенанта контрразведывательного отдела Тарабрина за время его пребывания с 31 января по 5 февраля с пленными немецкими генералами, генерал-фельдмаршалом Паулюсом, генерал-лейтенантом Шмидтом и полковником Адамом. Данный офицер, находясь все эти дни рядом с пленными, не должен был показывать свое совершенное знание немецкого языка. И таким образом теперь мы можем узнать содержание приватных бесед Паулюса сразу после пленения. Отсканированные экземпляры дневника идут фоновым видеорядом, ссылки на источник, как всегда, в описании к видео. 31 января 1943 года. Получил приказание разместиться вместе с военнопленными немецкими генералами. Знание немецкого языка не показывать. 21 час 20 минут. В качестве представителя штаба фронта прибыл к месту назначения. В одной из хад села Заварыгина. Кроме меня имеется охрана. Часовые на улице старший лейтенант Левченко от комендатуры штаба и оперуполномоченный нашего 7 отделения Нестеров. «Будет ли ужин?» была первая услышана моя фраза на немецком языке, когда я вошел в дом, в котором размещались, взятые в плен 31 января 1943 года, командующий 6-й германской армией генерал-фельдмаршал Паулюс, его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и адъютант-полковник Адам. Фразу насчет ужина сказал Шмидт. В дальнейшем он все время проявлял беспокойство о своих вещах и тщательно заворачивая бумажки, прятал в карман недокуренные сигары. Паулюс высокого роста, примерно метр девяносто, худой, с палыми щеками, горбатым носом и тонкими губами. Левый глаз у него все время дергался. Прибывший со мной комендант штаба полковник Якимович через переводчика разведодела Безыменского вежливо предложил им отдать имеющиеся карманные ножи, бритвы и другие режущие предметы. Ни слова не говоря, Паулюс спокойно вынул из кармана два перочинных ножа и положил на стол. Переводчик выжидательно посмотрел на Шмидта. Тот вначале побледнел, потом краска ему бросилась в лицо, он вынул из кармана маленький белый перочинный ножик, бросил его на стол и тут же начал кричать визгливым неприятным голосом. Не думаете ли вы, что мы простые солдаты? Ваше требование является издевательством над главнокомандующим армией и полным нарушением данным нам обещанием. Мы будем жаловаться на вас главнокомандующим Рокоссовскому. Вы имеете дело не с простыми эфриэтерами, а с фельдмаршалом. Фельдмаршал требует себе другого отношения. Неужели вы думаете, что генералы немецкой армии будут резать себе вены перочинными ножами? Успокойтесь, Шмидт, сказал Паулис, значит такой порядок. И потом, усмехнувшись, спросил, должен ли он сдавать свою бритвенную машинку. Все равно, что значит такой порядок, когда имеют дело с фельдмаршалом? Закричал Шмидт и, схватив со стола свой ножик, он опять сунул его в карман. Через несколько минут после телефонного разговора Якимовича с Малениным инцидент был исчерпан. Ножи им вернули. Принесли ужин, все сели за стол. В течение примерно 15 минут стояла тишина, прерываемая отдельными фразами «передайте вилку», «еще стакан чая» и так далее. Закурили сигары. «А ужин бы вовсе неплох», отметил Паулис. «В России вообще неплохо готовят», ответил Шмидт. Через некоторое время Паулиса вызвали к командованию. «Вы пойдете один», спросил Шмидт, «а я?» «Меня вызвали одного», спокойно ответил Паулис. «Я спать не буду, пока он не вернется», заявил Адам, закурил новую сигару и лег в сапогах на кровать. Его примеру последовал и Шмидт. «Примерно через час Паулис вернулся. Ну как маршал?» спросил Шмидт. «Маршал как маршал. О чем говорили?» «Предложили приказать сдаться оставшимся». «Я отказался». «И что же дальше?» «Я попросил за наших раненых солдат». «Мне ответили, ваши врачи бежали». «А теперь мы должны заботиться о ваших раненых?» Через некоторое время Паулис заметил. «А вы помните этого из НКВД с тремя отличиями, который сопровождал нас?» «Какие у него страшные глаза». На этом разговор закончился. Началась процедура укладывания спать. Ординарца Паулиса еще не перевели. Он раскрыл сам приготовленную постель, положил сверху два своих одеяла, разделся и лег. Шмидт разворошил всю кровать с карманным фонариком, тщательно осмотрел простыни. Они были новые, совершенно чистые. Брезгливо поморщился, закрыл одеяло, сказал, начиная с удовольствия, накрыл постель своим одеялом, лег на него, накрылся другим и резким тоном сказал, «Погасите свет». Понимающих языка в комнате не было, никто не обратил внимания. Тогда усел на кровать и жестами начал объяснять, чего ему хотелось. Лампу обернули газетной бумагой. «Интересно, до какого часа нам можно будет завтра спать?» спросил Паулюс. «Я буду спать, пока меня не разбудят», ответил Шмидт. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что Шмидт несколько раз громко говорил, «Не трясите кровать». Кровать никто не тряс, ему снились дурные сны. 1 февраля 43-го года, утро, начали бриться. Шмидт долго рассматривался в зеркало и категорично заявил, «Холодно, я оставлю бороду». «Это ваше дело», – Шмидт заметил Паулюс. Находившийся в соседней комнате полковник Адам процедил сквозь зубы. Очередная оригинальность. После завтрака вспомнили вчерашний обед у командующего 64-й армии. «Вы обратили внимание, какая была изумительная водка», – сказал Паулюс. Долгое время все молчали. Бойцы принесли старшему лейтенанту газету «Красная армия». С выпуском в последний час. Оживление. Интересуются. Указаны ли их фамилии? Услышав приведенный список, долго изучали газету. На листе бумаги писали свои фамилии русскими буквами. Особенно заинтересовались цифрами трофеев. Обратили внимание на количество танков. «Цифра неверная. У нас было не больше 150», – заметил Паулюс. «Возможно, они считали и русские», – ответил Адам. «Все равно столько не было». Некоторое время молчали. «А он, кажется, застрелился», – сказал Шмидт. «Речь шла о каком-то из генералов». Адам нахмурил брови, уставившись глазами в потолок, «Неизвестно, что лучше. Не ошибка ли плен?» «Паулюс. Это мы еще посмотрим». «Шмидт. Всю историю этих четырех месяцев можно охарактеризовать одной фразой. «Выше головы не прыгнешь». Адам. «Дома сочтут, что мы пропали». Паулюс. «На войне, как на войне». По-французски. Опять стали смотреть цифры. Обратили внимание на общее количество находящихся в окружении. Паулюс сказал. «Возможно, ведь мы ничего и не знали. Шмидт пытается мне объяснить, рисует линию фронта, прорыв в окружении и говорит. Много обозов других частей, сами не знали точно сколько». В течение получаса молчат, курят сигары. «Шмидт. А в Германии возможен кризис военного руководства». Никто не отвечает. «Шмидт. До середины марта они, наверное, будут наступать». «Паулюс. Пожалуй, дольше». «Шмидт. А становится ли на прежних границах?» «Паулюс. Да, все это войдет в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника». За обедом беспрерывно хвалили каждое подаваемое блюдо. Особенно усердствовал Адам, который ел больше всех. Паулюс оставил половину и отдал ординарцу. После обеда ординарис пытался объяснить Нестеру, чтобы ему вернули перочинный нож, оставшийся у их штабного врача. Паулюс, обращаясь ко мне, добавил немецкие слова жестами. Нож – память от фельдмаршала Рихи Нао, у которого Хайн был ординарцем до того, как перейти ко мне. Он был с фельдмаршалом до последних минут. Разговор опять прервался. Пленные легли спать. Ужин. Среди прочих блюд, поданных на стол, кофейное печенье. Шмидт. Хорошее печенье, наверное, французское. Адам. Очень хорошее, по-моему, голландское. Одевают очки, внимательно рассматривают печенье. Адам удивленно. Смотрите, русское. Паулюс. Прекратите хотя бы рассматривать. Некрасиво. Шмидт. Обратите внимание, каждый раз новые официантки. Адам. И хорошенькие девушки. Весь остаток вечера молча курили. Ординарец приготовил постель и легли спать. Шмидт ночью не кричал. Утро 2 февраля. Адам достает бритвенный прибор. Бриться будем каждый день. Вид должен быть приличный. Паулюс. Совершенно верно, я буду бриться после вас. Послезавтрака курят сигары. Паулюс смотрит в окно. Обратите внимание, заглядывают русские солдаты, интересуются, как выглядит германский фельдмаршал. А он отличается от других пленных только знаками различия. Шмидт. Заметили, какая здесь охрана? Много народу, но чувствуешь себя не как в тюрьме. А вот я помню, когда при штабе фельдмаршала Буш были пленные русские генералы, в комнате с ними никого не было. Посты стояли на улице и входить к ним имел право только полковник. Паулюс. А так лучше. Хорошо, что не ощущается тюрьма, но все-таки это тюрьма. Настроение у всех трех несколько подавленное. Говорят мало, много курят, думают. Адам вынимал фотографии жены и детей. Смотрел вместе с Паулюсом. Паулюс у Шмидт и Адам относятся с уважением. Особенно Адам. Шмидт замкнут и эгоистичен. Старается даже не курить своих сигар, а брать чужие. Днем зашел в другой домик, где находятся генералы Даниэл, Дребер, Вульц и другие. Совершенно другая обстановка и настроение. Много смеются, Даниэль рассказывает анекдоты. Скрыть здесь знания немецкого языка не удалось, так как там оказался подполковник, с которым я разговаривал раньше. Начали расспрашивать, каково положение, кто еще в плену и так далее. Узнали, что Паулюс тоже здесь. Радостно заулыбались. Фамилия Шмидт вызвала громкий смех. Особенно усердствовал Даниэль. Шмидт в плену, говорил он, не сдерживая смеха в течение пяти минут. В углу с мрачным видом сидел румынский генерал Дмитриев. Наконец он поднял голову и на ломаном немецком языке спросил, в плену ли попеску. Видно, это для него наиболее волнующий вопрос. Побыв там еще несколько минут, я вернулся обратно в дом Паулюса. Все трое лежали на кровати. Адам учил русский язык, повторяя вслух записанные у него на бумажке русские слова. Третье февраля 1943 года. Сегодня в 11 часов утра опять у Паулюса, Шмидта и Адама. Когда я вошел, они еще спали. Паулюс проснулся, кивнул головой. Проснулся Шмидт. Шмидт, доброе утро, что видели во сне? Паулюс, какие могут быть сны у пленного фельдмаршала? Адам, вы уже начали бриться. Оставьте мне горячей воды. Начинается процедура утреннего умывания, бритья и прочего. Затем завтрак и обычные сигары. Вчера Паулюса вызывали на допрос. Он все еще под его впечатлением. Паулюс, странные люди. Пленного солдата спрашивают об оперативных вопросах. Шмидт, бесполезная вещь. Никто из нас говорить не будет. Это не 1918 год, когда кричали, что Германия это одно, правительство это другое, а армия третья. Этой ошибки мы теперь не допустим. Паулюс, вполне согласен с вами, Шмидт. Опять долгое время молчат. Шмидт ложится на постель. Засыпает. Его примеру следует Паулюс. Адам вынимает блокнот и записывает русские слова. Прочитывает что-то, шепчет. Затем также ложится спать. Внезапно приезжает машина Якимовича. Генералам предлагают ехать в баню. Паулюс и Адам радостно соглашаются. Шмидт, он боится простудиться. После некоторого колебания также. Решающее воздействие оказывает заявление Паулюса, что русские бани очень хорошие, и в них всегда тепло. Все четверо уехали в баню. Генерал и Адам на легковой машине, а Хайн сзади на полуторке. С ним поехали и представители штабной охраны. Примерно через полтора часа все они возвратились. Впечатление прекрасное. Обмениваются оживленными мнениями о качествах и преимуществах русской бани перед другими. Ждут обеда с тем, чтобы после него сразу же лечь спать. В это время к Думу подъезжает несколько легковых машин. Выходит начальник РО, генерал-майор Виноградов с переводчицей, через которую передает Паулюсу, что он увидит сейчас всех своих генералов, находящихся в плену. Пока переводчица объясняет, не удается выяснить у Виноградова, что предполагается киносъемка для хроники всего пленного генералитета. Несмотря на некоторые неудовольства, вызванные от перспективы выхода на мороз после бани, спешно одевается. Предстоит встреча с другими генералами, о съемке ими ничего не известно. Но уже около дома ждут операторы, Шмидт и Паулюс выходят, снимаются первые кадры. Паулюс, вот это уже лишнее. Шмидт, не лишнее, а просто безобразие, отворачивается от объектива. Садятся в машины, едут к соседнему дому, где находятся другие генералы. Одновременно с другой стороны подъезжают на нескольких машинах остальные, генерал-полковник Гейтс и другие. Встреча. Операторы лихорадочно снимают. Паулюс по очереди жмет руки своим генералам, перебрасывается несколькими фразами. Здравствуйте, друзья мои, больше бодрости и достоинства. Съемка продолжается. Генералы, разбившись на группы, оживленно разговаривают. Разговор вертится, главным образом по вопросам, кто здесь и кого нет. Центральная группа Паулюс, Гейтс, Шмидт. Внимание операторов устремлено туда. Паулюс спокоен, смотрит в объектив. Шмидт нервничает, старается отвернуться. Когда наиболее активный оператор подошел к нему почти вплотную, он едко улыбнувшись, закрывает объектив рукой. Остальные генералы почти не реагируют на съемку, но некоторые, как будто бы нарочно, стараются попасть на пленку и особенно рядом с Паулюсом. Между всеми беспрерывно ходит какой-то полковник и повторяет одну и ту же фразу. Ничего-ничего, не надо нервничать, главное это все живы. Внимание на него никто не обращает. Съемка заканчивается, начинается разъезд. Паулюс, Шмидт и Адам возвращаются домой. Шмидт, ничего себе удовольствия после бани, наверняка простудимся. Специально все сделали, чтобы мы заболели. Паулюс, еще хуже эта съемка, позор, маршал Ворнов, наверное, ничего не знает, так унижать достоинства, но ничего не поделаешь, плен. Шмидт, я и немецких журналистов не перевариваю, а тут еще русские, отвратительно. Разговор прерван появившимся обедом, едят, хвалят кухню, настроение поднимается. После обеда, спят почти до ужина, ужин опять хвалят, закуривают, молча следят за кольцами дыма. В комнате рядом раздается звон разбиваемой посуды. Хайн разбил сахарницу. Паулюс, это Хайн, вот медвежонок. Шмидт, все валится из рук, интересно, как он удерживал руль? Хайн, руль вы никогда не теряли? Хайн, нет генерал-лейтенант, тогда у меня было другое настроение. Шмидт, настроение настроением, посуда посудой, тем более чужая. Паулюс, он был любимцем фельдмаршала Рихинау, тот умер у него на руках. Шмидт, кстати, каковы обстоятельства его смерти? Паулюс, от сердечного удара после охоты и завтрака в казино в Полтаве. Умер он в самолете. Да ведь Хайн летел с ним. Хайн, расскажи подробно. Хайн, в этот день мы с фельдмаршалом ездили на охоту. У него было прекрасное настроение и чувствовал он себя хорошо. Сел завтракать, я подал кофе. В этот момент у него начался сердечный припадок. Штабной врач заявил, что надо немедленно везти его в Лейпциг к какому-то профессору. Быстро организовали самолет, полетели. Фельдмаршал, я врач и пилот. Курс на Львов. Фельдмаршал становилось все хуже и хуже. Через час полета он скончался в самолете. В дальнейшем нам вообще сопутствовали неудачи. Над львовским аэродромом летчик уже пошел на посадку. Однако опять взлетел. Мы сделали еще два круга над аэродромом. Сажая самолет второй раз, он почему-то, пренебрегаясь новыми правил, зашел на посадку по ветру. В результате мы врезались в одно из аэродромных зданий. Целым из этой операции выбрался один я. Опять наступило почти часовое молчание. Курят, думают. Паулюс поднимает голову. Интересно, какие известия? Адам. Наверное, дальнейшее продвижение русских. Сейчас они могут это делать. Шмидт. А что дальше? Все тот же большой вопрос. По-моему, эта война окончится еще более внезапно, чем она началась. И конец ее будет не военный, а политический. Ясно, что мы не можем победить Россию. А она нас. Паулюс. Но политика не наше дело. Мы солдаты. Маршал вчера спрашивает, почему мы без боеприпасов и продовольствия оказывали сопротивление в безнадежном положении. Я ему ответил, приказ. Каково бы ни было положение, приказ остается приказом. Мы солдаты. Дисциплина. Приказ повиновения основа армии. Он согласился со мной. И вообще смешно, как будто бы в моей воле было что-либо изменить. Кстати, маршал оставляет прекрасное впечатление. Культурно образованный человек. Прекрасно знает обстановку. У шлейфера он интересовался 29-м полком, из которого никто не попал в плен. Запоминает даже такие мелочи. Шмидт. Да, у Фортуны всего две стороны. Паулюс. И хорошо то, что нельзя предугадать свою судьбу. Если бы я знал, что буду фельдмаршалом, а затем в плену, в театре по поводу такой пьесы, я бы сказал, ерунда. Начинает укладываться спать. 4 февраля 43-го года. Утро. Паулюс и Шмидт еще лежат в постелях. Входит Адам. Он уже побрился, привел себя в порядок. Протягивает левую руку, говорит Хайль. Паулюс, если вспомнить римское приветствие, то это значит, что вы, Адам, ничего не имеете против меня. У вас нет оружия? Адам и Шмидт смеются. Шмидт. По латыни это звучит Моритурей Теа салютом. Идущие на смерть приветствуют тебя. Паулюс, совсем как мы. Вынимает папиросу, закуривает. Шмидт. Не курите до воды, вредно. Паулюс, ничего, плены еще вреднее. Шмидт. Надо набраться терпения. Встают. Утренний туалет, завтрак. Приезжает майор Озерянский из РО за Шмидтом. Его вызывают на допрос. Шмидт. Наконец заинтересовались и мной. Он был несколько уязвлен тем, что его не вызывали раньше. Шмидт уезжает. Паулюс и Адам ложатся. Курят, потом спят. Затем ждут обеда. Через пару часов возвращается Шмидт. Шмидт. Все тоже. Почему сопротивлялись, не соглашаясь на капитуляцию? И так далее. Говорить было очень трудно. Плохая переводчица. Не понимала меня. Так переводила вопросы, что я не понимал ее. И наконец вопрос. Моя оценка оперативного искусства русских и нас. Я конечно отвечать отказался, заявив, что это вопрос, который может повредить моей родине. Любой разговор на эту тему после войны. Паулюс. Верно. Я ответил так же. Шмидт. Вообще все это уже надоело. Как они не могут понять, что ни один германский офицер не пойдет против своей родины? Паулюс. Просто не тактично ставит перед нами солдатами такие вопросы. Сейчас на них никто отвечать не будет. Шмидт. И всегда эти штучки пропаганды. Не против родины, а для нее. Не против правительства. И так далее. Я уже как-то заметил, что это только верблюды в 1918 года разделяли правительство и народ. Паулюс. Пропаганда остается пропагандой. Даже курса истории нет объективного. Шмидт. А возможно ли вообще объективное толкование истории? Конечно нет. Взять хотя бы вопрос о начале войны. Кто начал? Кто виноват? Почему? Кто может на это ответить? Адам. Только архивы через много лет. Паулюс. Солдаты были и останутся солдатами. Они воюют, выполняя свой долг, не думая о причинах, верной присяге. И начало и конец войны это дело политиков, которым положение на фронте подсказывает те или иные решения. Далее разговор переходит на историю Греции, Рима и так далее. Говорят о живописи и археологии. Адам рассказывает о своем участии в экспедициях по раскопкам. Шмидт, говоря о живописи, авторитетно заявляет, что германское является первой в мире и лучшим художником Германии является Рембрандт. Якобы потому, что Нидерланды, Голландия и Фландрия старые германские провинции. Так продолжается до ужина, после которого ложатся спать. Утром 5 февраля я получаю распоряжение вернуться обратно в отдел в связи с передислокацией. Пребывание с генералами окончено. Друзья, ну и в конце выпуска я традиционно хотел бы поблагодарить всех тех, кто производит финансовую помощь каналу и во многом благодаря которым выходят данные видео. Из тех, кто оставил свои имена, это Сергей Суслов, Владимир Удрева, Сайленс Ганн и Самбали. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!